Простая и занимательная наука. На площадке Сургу прошла университетская лига Югры Science Stage. В рамках мероприятия шестеро ученых в течение десяти минут рассказывали о своих исследованиях со сцены. Проект необходимо было представить интересно и понятно для студентов. Лучшие исследования выбирали с помощью аплодисментов. Важность науки в жизни обучающихся невозможно недооценить. А такие мероприятия позволяют не только погрузиться в те темы, которые интересны студентам, но и заручиться поддержкой широкой аудитории. Ну, как мне кажется, для студентов это очень интересный формат с точки зрения привлечения в науку. Одно дело доклад и научные какие-то сообщения на конференциях, потому что там все достаточно жестко формализовано. Здесь же полностью полет для творчества, возможности, фантазии. Категории нету. Есть и медицина, биология, химия, физика. Абсолютно разные. Есть научно-популярные вещи. То есть не обязательно там какая-то глубокая наука, а именно такая практика понятно ориентированная. Представители науки выступили в атриуме библиотеки университета. Каждый из них выбрал темы по интересам. Филология, биология, экология, философия, физика. Настоящая битва наук. Победу в сражении одержал проект Александра Усольцева «Творожные сырки. Личный сорт Дольчевита». Выводы ученый делал, проанализировав несколько десятков единиц продукции и их составы. Людям действительно больше всего зашла именно тема с сырками, потому что она самая такая поп-культурная. Ее очень много в мемах, как показатель высокого уровня жизни, достатка, премиум-класса и всего такое. Для меня лично Долой это повод к тому, что я знаю теперь, какую продукцию я могу покупать. То есть это приходишь в магазин, это была вроде как мини-контрольная закупка только для Сургута. Результатами проекта доволен, это было классно. Я помню, что в сентябре у нас здесь первый сайн-слэм произошел. Я видел только о нем как постфактум мероприятие. Вот это действительно кайф, что ты делаешь то, что тебе интересно, потом выходишь на сцену и у тебя нет эффекта пустого зала и что там просто где-то стрекочет кузнечик. Потому что людям откликнулось, люди любят сырки. Я им показал немного другой взгляд на это. И вот так. Продолжение следует...